всем привет сегодня у нас будет обзор таланта многие просят рассказать показать какие таланты кому ставить решил сделать обзор всех талантов для вас чтобы вы знали как ставить кому ставить куда ставить какому герою он подойдет какому герою он не подойдет так насчет каменной кожи талант сам по себе один из топовых потому что он очень сильно урезает урон многие там говорят стойкость топовый талант нет каменка намного круче и герой с каменной кожи будет стоять намного дольше чем герой с со стойкостью так хорошо давайте я вам покажу табличку многие не знают какие параметры у данного таланта на 58 будем смотреть сразу с 58 потому что все остальные честно говоря они особо прироста вам визуального не дадут игрой снижает получаемый урон на 25 процентов в принципе уже начиная с 5 таланта это очень заметно но для того чтобы в полном объеме раскрыть это надо вкачивать или семерку или восьмерку желательно конечно качать сразу на максимум потому что плюс таблетка плюс там питомцы героя реально очень сложно убить а если ему еще сделать аргументацию и созвездиями поставить уклонение так этот герой будет очень долго жить и с ним будет очень реально сложно справиться так давайте я вам покажу для каких героев такой талантик подойдет ну в первую очередь на кросс сюда подойдет любой талант практически герой сам по себе не убиваемый плюс каменная кожа он будет еще дольше стоять он себя отхиливает для него она подойдет для тассы в принципе если у вас она уже родилась каменкой либо там выпало вы поставили тоже можно прокачать у героя идет понижение урона по нему какую черепа поэтому для этого героя тоже подойдет для анубиса я бы честно говоря не советовал у меня есть один анубис каменной кожей да он хорошо стоит но он не убивает и на нем очень хорошо зависает поэтому не знаю честно говоря для анубиса нет сердцеедка однозначно нет для хранителя я бы тоже не ставил потому что он режет входящий по нему урон и отражение будет не полностью хорошо работать можно для малыша ника для особых случаев у меня такой малыш ник был правда я его слил час опять в планах прокачать такого же призрачный всадник нет и ведьма нет для вальтора если у вас конечно не один вальтор этом 23 для одного из них можно будет поставить он будет намного дольше жить тоже этот талант для вальтора подойдет так медуза нет дракос нет но одержимый это топовый талант для него у меня это одержимый самого сначала был такой именно с каменкой прокачан и честно говоря до сих пор не жалею практически везде его использую есть там на подземке другой одержимый с богом войны но все-таки я все подземки прошел с каменкой тоже поэтому для одержимого так как он себя хилит у него берс встроенный этот талант считается самым лучшим с бастионом он будет не такой и с разбросом он будет не такой именно с каменкой он будет очень долго жить это показано уже на практике на битве деле многие не могут такого одержимого слить а леди лео нет укротитель нет валька нет арктика нет кенди горгул горгулу и капитану драйку можно поставить но учитывайте то что на этих героях смогут зависнуть их не убьют но допустим на битве гильдии таких героев нельзя ставить будут на них будут зависать для горгулы этот талантик наверное даже будет лучше чем для драйка драйка все-таки лучше там бастион на урон что-то поставить но если вы хотите чтобы у вас там не прошли там на арене допустим на начальных левелах та же самая забытая битва такие герои могут с каменкой напортачить череп точно так же как это сам можно ставить можно не ставить так триант гарпия варлок нет дед мороз нет ну эти всем можно в принципе их даже не ставить потому что это талант не для них и так выражая однозначно да обзор на выражая есть реальный герой очень крутой с каменной кожи рину точно так же ставите героя просто не бывает за счет того что у них бешеный отхил стрелок думаю все уже знают что стрелку это тоже самый топовый талант потому что у него идет еще скиллом понижение для стрелка это тоже будет очень большой плюс если у вас будет именно каменка на нем стоять для ронина в качал но честно говоря не нравится каменная кожа на родине он не убивает он стоит дольше но реально себя не проявляет с таким талантом так ну давайте я вам сейчас алтаря покажу кто у меня есть прокачат с каменной кожей вот ронин я его сразу же прокачал на то время он круто стоял сейчас нем надобности нет просто валяется в алтаре стрелок никак не докачая потому что качаю все время новых героев рину тоже в очереди хочу еще наверное на красе сделаю интересно будет еще такого героя в алтаре иметь ну выражай прокачан сразу же причем не жалею нисколько реально очень круто стоит на всех локациях ну и в принципе все был еще вальтор но я его слил давайте я вам сейчас покажу на примере ронинов у меня есть ронин с богом войны и есть ронин с каменкой посмотрите какая разница в том как герои стоят отдавать изначально бог войны сразу же его без артефактов там без ничего просто чисто герой с ремкой вот у него там урон бешеный 170 вылетает но умирает видеть очень быстро на нем стоит созвездиями уклонения сейчас вам покажу вот пять уклонений плюс урон стоит давайте теперь поставим другого ронина с каменной кожей так артефакты не ставим побежали но видите да урон практически в два раза меньше вот покерой бьют вы сами видите да урон намного меньше он не так проседает его так просто убить не могут давайте еще разок тут конечно такая толпа на него накинулась но героя явно героин не хватает но стоит даже не убили стоит довольно таки неплохо до сих пор жив смотрите чем делает ну стоит стоит конечно его тут без отхела убьют не слил гарри но слил красавчик капитана дрейка не знаю сможет след или нет слил сейчас от бомб умрет до догналась все таки бомба его но вот так вот то есть вы видите разница очень большая когда у героя есть дополнительно там 60 процентов защита от урона это очень круто единственный минус допустим я не ставил бы такие таланты на атакующих героев то есть у меня ронин с богом войны намного полезнее чем ронин с каменной кожей каменку можно ставить танком которые будут танчить там в определенных локациях которых будут долго выбивает но этот талант надо ставить тем героем которым я вам показал остальные же талантики там тоже можно ставить этим же героем они будут там на другие локации сейчас после того как ввели аугментацию у нас на каждую локацию реально надо разных героев то есть надо одного качать с богом войны другого там с каменкой 3 еще с огненной защитой одного героя вам никогда не хватит на все локации если вы хотите там брать топ но если вы хотите там стабильно фармить стабильно иметь какой-то результат там в той же самой забытой битве каменная кожа вкачаная на 8 8 намного больше принесет пользы чем стойкость намного больше пользы принесет там я не знаю какие там еще таланты у нас такие стоповых есть там чем бог войны да бог войны будет быстро убивать но вашего героя точно также быстро убьют героя с каменной кожей вы не так быстро снесете ремки уже честно говоря свое отжили сейчас ремки уже на втором плане раньше все бегали с ремочными героями там с богом войны но на практике они себя уже не оправдывают герой может ударить первым но он не убьет героя с каменной кожей тот постепенно его снесет утекание ну в общем что я буду рассказывать сами сами видели сами уже знаете в принципе многие что очень сложно проходить и героев именно с каменной кожей просто многие ставят неправильно эту каменную кожу не не качают не тем героям точно также и наоборот другие таланты постараюсь сделать максимум обзоров на каждого героя показать рассказать в принципе думаю что все подписывайтесь на канал подписывайтесь на и геймерс я там очень часто сижу там могу вам отвечать побольше чем здесь все всем спасибо всем пока